Мне предложили первым вопросом послушать, цитирую, о значимости транспортного комплекса в социально-экономическом развитии страны. Пожалуйста, не надо о значимости. Я не первый год работаю президентом и знаю, что такое транспортный комплекс и его значение в социально-экономическом развитии страны. Это он пресс-секретарю и администрации президента расскажет, если они не владеют этим вопросом. Меня волнуют сегодня и беспокоят вопросы, которые волнуют вас, начиная от Белавия, когда эти безумцы начали душить нашу компанию, теперь уже ясно почему, как там обстоятельства, кстати, складываются, ну и в целом, как живет наш транспорт и весь комплекс транспортный. Потому что из услуг, которые государство оказывает, половину, почти половина ваша транспортного комплекса, 2,5 миллиарда долларов. Так? Это огромные масштабы, огромная сумма. Мы транзитная страна. И я даже не хочу вникать в проблему санкций, которые относятся к вам. Будучи транзитной страной, вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование транспорта. Я реально смотрю на вещи. Конечно же, может быть какой-то сбой, но он должен быть кратковременным и, наверное, должен уже закончиться. Потому что все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время нас этими санкциями подпитывать, образно говоря. Поэтому вот как складывается сейчас ситуация. И если есть какие-то проблемы, какие пути вы видите выхода из этого положения. Вторая тема – дорожное строительство. Наверное, Антон Александрович, тебе это ближе, потому что ты всю жизнь строил и строил дорогу. Поэтому знаешь все задачи. Мы их формулировали для страны вместе в свое время. Начиная от местных дорог и заканчивая строительством новых дорог. Какие строим, как будем строить дальше, как обстоят дела с местными дорогами. Так у нас получится, что Минск соединили со всеми областными центрами сегодня. Езжай не хочу, а там, на местах. Нам надо более-менее в нормальном состоянии поддерживать дорожно-транспортную сеть на местах. По крайней мере, до городков мы должны доезжать свободно на автомобиле. Ну и последнее, если можно так сказать, о чем я хотел бы услышать. Альтернативная схема поставок нашей продукции. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Юрьевич, хотел доложить об основных показателях социально-экономического развития. Те проблемы вы озвучили, нам понятно, и мы и занимаемся. Но сегодня надо обозначить первое, что динамика показателей положительная. По первому полугодию работы экспорт транспортных услуг составил 119%. На 19% вы добавили. Да, добавили. Вот если вы выдержите до конца года этот темп, то вы просто будете молодцы. Вот это основной показатель по экспорту. Вы правильно сказали, что за полугодие более 2 миллиардов долларов в целом заработано. Только за полугодие. За полугодие, да. А по году мы где-то ориентируемся в районе 4 миллиардов долларов. Соответственно, удельный вес у экспорта услуг около 4 миллиардов долларов. Да. Даже чуть-чуть можете превзойти, если вы выдержите. Почти половина всех услуг по стране, транспортных услуг. Ну, 44 там. 44,5% если быть точным. Продолжение следует.